Парк имени Пушкина – культовое место. Некоторое время мы были свидетелями увядания этого уникального места отдыха. Но затем парк стал восстанавливаться. На данный момент можно констатировать, что парк стал ухоженным и привлекательным, местом для отдыхающих и для бизнеса. Только вот бизнеса в парке нет. Ни крупного, ни мелкого. В чём причина? Попытаемся разобраться вместе с болградским городским головой Сергеем Дмитриевым. Подпишись на канал, нажми на колокольчик. Чем привлекателен парк для бизнеса? Во-первых, территорией. Площадь парка огромна – более 60 гектаров. Из-за того, что парк расположен на склоне, его ландшафт представляет собой ступенчатые террасы с дорожками. В центре с большой ровной площадью. Здесь есть уложенная плиткой площадка, а также ровное грунтовое поле, по периметру которого стоят домики-беседки для отдыхающих. Предприниматель, если он предприниматель, предприимчивый взгляд имеет, то он должен оценить возможности, такие, которые будут дальше. В этом месте можно будет и зарабатывать тоже. В прошлом году появилась большая детская площадка. Её подарила городу солнечная электростанция «Гелиус Стратегия». Площадка стала магнитом для детей и родителей, которые вместе проводят много времени в парке. Во-вторых, летняя танцевальная площадка. Именно её городской совет предлагал предпринимателям и инвесторам для реконструкции и ведения бизнеса. Мы ищем такого инвестора, будем так говорить, чтобы он туда зашёл комплексно, и чтобы парк почувствовал, что он там есть. Почему? Потому что если появляется этот предприниматель, там появляется, закрывается проблема ещё, которую мы всегда обсуждаем, это туалет. Который, ну, там нельзя сделать туалет такой вот выгребной. Там только можно биотуалеты поставить. За биотуалетами надо смотреть. Если будет предприниматель там на постоянной основе, то эти туалеты для него как раз должны будут быть. И будем ставить задачу, чтобы туда их не только посетители кафе, но и все гости парка туда ходили. Вот такая вот стратегическая задача. Здесь, если будет у нас такой предприниматель, который это сделает, мы его с удовольствием рассмотрим, проведём опять эту процедуру. Главное, чтобы хотя бы один появился, мы уже этот конкурс проведём в сжатые сроки. Коставальная площадка действительно отличное место. Поблизости парка нет торговых точек или объектов питания. Сама площадка большая, с хорошей территорией вокруг, по соседству пляж и детская площадка. В-третьих, возможность размещения малых, торговых или передвижных точек. Справедливости ради стоит отметить, в парк не так просто проехать. Заезда для частного транспорта нет. Установлены шлагбаумы. Когда их не было, люди спускались на автомобилях прямо на пляж, устраивали автомойки, портили газон и включали музыку на всю мощность до утра. Я думаю, что там будет больше порядка в таком виде, чтобы туда не было заезда. Ну, как бы, заезд для технического персонала есть. Просто не все знают его. А экстренные службы знают об этом заезда? Ну, экстренные службы, когда будет необходимость, они могут проехать. В-четвертых, территория пляжа. Сейчас берег озера выглядит неплохо. Обширный покошенный пляж, раздевалки, деревянный помост, уходящий далеко в воду с беседкой, кругом стоят урны. Отдыхающих и загорающих множество. Воду, соки, мороженое, фрукты, перекус люди несут с собой, так как возможности купить на месте нет. Так почему же парк не востребован у предпринимателей? Сейчас, ну, что сказать. Понимаете, в наших условиях, для того, чтобы что-то сделать, вот вы там говорите, почему складов нет, почему, слишком большая неопределенность. И многие, как бы, побаиваются, что-то вкладывать, что потом могут потерять. У нас, когда ковид был, или там боевые действия, когда начались, просто, ну, как бы, предприниматели не работали, закрыты были, помните? Ну, это один-два месяца, три, ну, надо же, и работников, которые нанимают, тоже их как-то содержать, и семьи свои содержать. Не все могут, ну, как бы, выдержать такое, такие условия, ну, какие есть у нас предприниматели, наверное, можно рассуждать про каждого предпринимателя, в городе Болграде, или в нашей территориальной громаде, ну, какие есть, такие есть. Я благодарен все равно, что они здесь работают, и многие, большая часть, ну, не все, но большая часть платит налоги здесь, и для нас это важно. Конечно, можно к причинам незаинтересованности добавить удаленность парка от центра города. Однако, это не минус, а плюс, так как отсутствуют конкуренты. Тем более, что в этом году морского пляжного сезона не будет. Официально запрещено. Парк Пушкина может стать альтернативой в плане морского развлечения. Ведь сотни тысяч гривен, которые оставляли болградцы на базах отдыха Черноморского побережья, могут остаться в Болграде. Чем не перспектива быстрой прибыли? Открыт ли парк для бизнеса со стороны местной власти? Ну, пускай подходит, конечно. Конечно. Ну, мы, смотрите, что для нас важно, что, ну, я как бы выразил, что кто-то захочет прийти, просто зарабатывается. Для нас важна задача, чтобы там какие-то места преображались. Плюсы и минусы парка имени Пушкина для инвестиций и бизнеса. Плюсы парка. Подготовленная и большая территория. Отсутствие конкурентов. Посещаемость. Разнообразные локации для отдыха. Детская площадка. Минусы. Отсутствие заезда. Отсутствие туалетов. Нет парковки. Недоступность для людей с ограниченными возможностями. Плохое качество воды в озере в летний период. Учитывая все это, парк все же, гипотетически, мог бы стать отличным источником дохода. Для частного предпринимателя и для города. Остается надеяться, что смелые люди таки найдутся. Как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Дякую, что подивились ролик до конца. Будь ласка, передивиться наше инше видео. Продолжение следует.